В прошлом году впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года, а почему не 730 лет? Это на 8 лет больше, чем в 2000-м году. Все абсолютно эксперты, независимые, российские и все западные структуры, включая доклад ЦРУ, если вы найдете в интернете, посмотрите, там выжимки, которые они в Конгресс отдали, открытые, которые опубликовали, везде пишут, что это выдуманные цифры, что в России столько не живут. Достаточно прийти на кладбище и посмотреть, какое количество молодых людей вокруг, и вообще какой возраст лежачих на кладбище, и все сразу, вот вам средняя продолжительность жизни, до 73 лет так никто не доживает, вы что, какая средняя? Тут максимальный 73, нет, не то, что средний. Уровень младенческой смертности достиг исторического минимума, в общем, все отлично. То есть младенчиков они научились списывать, родился, умер, они его раз списали, что он вроде как там и не рождался, и там умер до рождения, да. Так что все в порядке у них. Лучше, говорит, чем в Европе, конечно, лучше, тут рука сама, что хочешь, пишет. Их, вся система их, любую цифру они могут написать, вот какую хотите. Вот там пришла цифра, вот так, а зачем такая большая? Давай ноль уберем, давай другой порядок сделаем. Да нет проблем, давай. Такие вот дела. Так что вся речь построена, в общем-то, на той разводке, что вот всем хорошо, а тебе одному плохо. Ты потерпи чуть-чуть, когда-нибудь и тебе станет хорошо. То есть вот так. В этом году мы должны в полном объеме, как и предусмотрено профильным национальным проектом, завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов. Никто не начинал еще. Нет никаких фельдшерско-акушерских пунктов, они уже завершают. С 1 июля будет завершена программа модернизации первичного звена здравоохранника. В том анекдоте про Ленина, да, помните, там, завтра мы совершим поэтажскую эволюцию, да, послезавтра построим социализм, послепослезавтра коммунизм, а сейчас дискотека, вот приблизительно, вот так тоже рассуждает, только про Ленина это анекдот, а про Вова это никакой не анекдот. То есть светлое завтра наступит завтра. Независимо от того, там, с 1 июля, с 1 сентября, главное не сейчас, не сегодня, а завтра. Это принципиальная позиция Путина и всей этой твари и сволочи. Что делать-то? Революцию делать. Так, вот интересная тоже тема. В свою очередь прошу субъекта федерации найти резервы и вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшеров и так далее. То есть главы виноваты опять будут, он же им поручал, а они вот не смогли. По специальности лечебное дело 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности педиатрии 75% станут целевыми, квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации. То есть крепостное право вводят, всех закрепляют, то есть пошел учиться, все, ты это 75%. Ну посмотрим, у них такой бардак, я думаю, что ничего этого не будет. Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорванными. И некоторые чиновники позволили себе рассуждать так, будто речь шла о закупке концтоваров, не беда, объявим новые конкурсы, а люди-то остались без крайне важных, подчас же из необходимых лекарств. Обращаю внимание, такие ситуации не должны больше никогда повторяться. Бояре опять виноваты, царь не знал просто, понимаете, не знал царь. Бояре виноваты, но он сейчас им указал, и все тут начнется. И сейчас начнут лекарства носить, прям на дом приносить будут. Хренов как дрог. В текущем году должен заработать единый сквозной реестр получателей препаратов. Должен заработать. Не заработал с 1 января, не вчера заработал, не сегодня начал, а должен в будущем заработать. Светлое завтра наступит завтра. Так. Принято законодательное решение и так далее. Такая чушь. Жуткая. Светлое завтра. Продолжение следует...